После обрезки пасынков не спешите выкидывать виноград. Из него можно сделать шикарный чай. Можно добавить листья малины, смородины, вишни. Промоем предварительно, просушим. И поваляем, попреет пусть у нас в какой-нибудь емкости, как иван-чай. Потом посушим. Получается шикарный чай, очень успокаивающий. Помыли листья винограда. Итак, следующий этап завяливания листьев. Мы как раз их оборвали и разложили слоем где-то 5-10 см. Сушим, пока они не станут вялыми. Обязательно периодически ворошим. За счет как раз виления мы избавляемся от избытка влаги в листьях. Что нам как раз позволит в дальнейшем привести к последующей ферментации. Лучи солнца и ветра не должны попадать на листья. Иначе листья будут подсыхать, а не вялиться. Хорошо завяленный лист лучше скручивается. Из него получается лучше чай, чем из недовяленого. Так, друзья, проверка окончания вяления. Это при сильном сжатии кучки листьев в кулак. Комок не рассыпается. И нет характерного хруста свежих листьев. Да, если у кого не хватает времени следить за процессом небольшим слоем или колбаской, сложить растение в хлопчатую бумажную льняную ткань. На вторые сутки уже подвял. Листья винограда подвяли. И вот смотрите, берем мы, например, как проверить при сильном сжатии и отпускаем. Он не рассыпается, не хрустит. Как раз в самый раз. Сейчас пойдем скручивать. Второй способ. Можно просто перекручивать листья на мясорубке. Третий способ. Можете замораживать листья. Затем размораживаем в течение короткого времени. Затем крутим рулетики или шарики. Так, друзья, приступаем к скручиванию. Берем листочков 7-10. Скручиваем вот так в трубочку. И между ладонями крутим до тех пор, пока не выделится темный сок из листочков. Такие трубочки. И укладываем в эмалированную посуду для ферментации. Процесс ферментации. Это очень важный этап, чтобы разрушить структуру ядового листа. Он позволяет извлечь из растений полезные вещества. Чтобы провести лучше ферментацию, нужно достаточно объем массы, температура и влажность. Температура где-то порядка 22-26 градусов. В эмалированную посуду уложим. Чуть-чуть передавим рукой. И накроем льной, влажной, бумажной тканью любой. И на несколько часов, до двое суток, поставим на ферментацию. Итак, скручивание между ладонями оказался очень трудоемкий процесс. Решила прибегнуть к электромясорубке. Пять минут и все готово. Смотрите, что получилось. Гранулки. Взял самую крупную перфорацию. Такого зелененького, видите, чуть-чуть темноватый цвет. И отправили на ферментацию. Каким образом? Мы сейчас ее чуть-чуть придавим. Накроем холостобумажной тканью, смоченной, влажной. И отправим на ферментацию. Теплое, темное место. Где-то в районе 25 градусов. Сигнал окончания ферментации. Изменится цвет гранул до бурового темного цвета. Так, раскрываем чай. Простаял у нас он где-то порядка 30 часов. Видите, да? Стал темный, бурый. Ферментация готова. И запах такой приятный, легкий, цветочный аромат стоит. Теперь мы его сейчас на противень. И в духовку. Где-то на полчаса, на час 80 градусов. Запах просто великолепен. На всю кухню. Прям ароматерапия. Какой-то прекрасный нежный запах. Ну вот, рассыпали. Устанавливаем теперь с вами в духовочку. Вот так 80 градусов делаем. И сначала на полчасика, потом помешаем, посмотрим по мере сушки, по мере готовности. Так, ну вот, высушил. И теперь можете складывать либо бумажную коробочку, у меня есть под чай, осталась вот такая. Или блинной мешочек какой-нибудь. А это у меня просто сушеные листья и при естественной сушке. Сейчас заварим чаю. Опробуем. Чего-то настоится. А аромат по всей квартире. Просто волшебный. После этой сушки заваренного чая. Вкус, знаете, с чем меня напоминает? Как будто чай с лимоном. Очень такой приятный цветочный аромат. Всем крепкого здравия, душевной гармонии, приятного чаепития. Всего доброго.